Параграф 2. Количество движения в материальной точке системы импульс силы. Прежде чем доказать первую теорему об изменении количества движения системы, напомним и расширим понятие количества движения точки и системы и импульса силы. В элементарной постановке с этими понятиями вы знакомы еще из курса физики средней школы. Количеством движения материальной точки называется векторная величина, равная произведению массы точки на ее скорость. Количество движения в материальной точке. Вот здесь отмечена некоторая точка, движущаяся, описывая некоторую траекторию. Вектор МВ направлен по той же прямой, как и скорость, и в ту же сторону. Векторы коллинеарные. Количеством движения системы. Ку будем обозначать. Ку большое. Называется векторная величина, равная сумме геометрической. От к равна 1 до n. Количество движения всех точек системы. Обратите внимание, это геометрическая сумма. Главный вектор. Количество движения всех точек системы. Для количества движения можно составить простую формулу. Для этого вспомним, что радиус-вектор центра масс РС равен отношению суммы МК РК к массе всей системы. Или отсюда получим масса, умноженная на РС, равна сумме МК РК. Заметите, что индексы от К дн. Для простаты записи я буду опускать. Подчеркиваю их в основных, важнейших формулах. Продиференцируем обе части этого равенства по времени. М на производную от РС по времени. М величина постоянная. А справа будет сумма МК на производную от РК по времени. на производную от РС по времени. Но производная от радиуса вектора по времени это скорость. Производная от РС по времени это скорость центра масс ВС. А производная от радиуса вектора некоторой катой точки по времени это ее скорость этой точки ВК. Тогда получим произведение массы на скорость центра масс равно сумме произведений масс материальных точек на Х скорости. На Х скорости. Но эта сумма не что иное, как количество движения системы. Следовательно, количество движения системы МК равно произведению массы системы на скорость центра масс. Тоже важная формула и в теоретических осуждениях и выкладках и в приложениях. Запишем. Количество движения системы равно произведению массы системы на скорость ее центра масс. Рассмотрим два примера. Предположим, что твердое тело имеется в виду вот верхний рисунок цилиндр скатится без скольжения по неподвижной плоскости. Скорость центра масс ВЦ. Количество движения Q равно массе или силы тярости деленной на ускорение силы тярости на скорость центра массы. Этот вектор Q направлен так же, как скорость центра масс. В ту же сторону. Что же получается? Ведь из кинематики известно, что при плоском движении цилиндр совершает плоское движение, его можно разложить на переносное поступательное вместе с полюсом. За полюс динамики берут центр масс. И относительное вращательное вокруг полюса. А количество движения, оказывается, характеризует только поступательную часть этого сложного движения. Если бы этот цилиндр не катился, а скользил, он совершал бы поступательное движение. Тогда количество движений полностью определяло его движение. Таким образом, еще раз подчеркну, количество движения по природе самой этой величины может характеризовать только поступательное движение системы или тела или поступательную часть сложного движения. А вот приведем еще более разительный пример. Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси, проходящей через центр масс. Скорость центра масс равна нулю. И количество движения равное m на vc тоже равно нулю. Количество движения никак не отражает вращательного движения. Поэтому в дальнейшем наряду с понятием о количестве движения мы введем понятие о моменте количества движения и докажем теорему об изменении момента количества движения материальной точки и системы. Импульсом постоянной силы S будем обозначать импульс. Что конечный промежуток времени называется векторная величина равная произведению силы на промежуток времени T2-T1 импульс силы как известно характеризует действие силы за некоторый промежуток времени Модуль будет равен произведению модуля силы на промежуток времени для того, чтобы определить импульс переменной силы за конечный промежуток времени Сначала введем элементарный импульс силы ДС равен произведению силы на бесконечно малый промежуток времени действия силы на ДТ импульсом переменной силы за конечный промежуток времени S называется величина равная векторному интегралу в пределах от T1 до T2 F на ДТ Вот общее выражение для импульса силы переменной силы и конечный промежуток времени Проектируя на оси координат получим проекции импульса на эти оси S X интеграл от T1 до T2 F X на ДТ F X проекция силы на оси X То есть приходим к обычным интегралам S Y интеграл T1 до T2 F Y на ДТ и FZ на ОЗ интеграл в пределах T1 до T2 FZ на ДТ если действует система сил F равнодействующая какой-то системы сил F Y то очевидно что импульс равнодействующий равен сумме импульсов поставляющих сил сумме T гралов F Y на ДТ или сумме S Y Т